Представляю следующего спикера. Это Виктор Матитцин, компания Aero. Вообще Aero всегда славился высокими ценами на своей работе. Расскажи, как у вас так с этим вообще стоят дела. Да, как раз про это хочу рассказать. Всем привет еще раз. Меня зовут Матитцин Виктор. Я генеральный директор и совладелец компании Aero. Мой доклад называется «Цена уникальности или как выиграть ценовую войну без боя». Доклад небольшой. Собственно, много времени у вас постараюсь не занимать. Что-то не крутится. Ну, я пока начну. Пару слов о нашей компании для тех, кто, может быть, нас не знает. Мы считаем себя главным e-commerce разработчиком в России. Ну, по крайней мере, на Битриксе. Что заставляет нас так думать? Мы вот уже 10 лет фокусируемся исключительно на крупнейшей e-commerce разработке. Началось все с того, что мы выиграли тендер Aero сети на создание интернет-магазина в 2009 году. И с тех пор мы поработали с доброй половиной крупнейшего ритейла в стране. То есть, пожалуй, нет ни одной сферы ритейлов, в которой бы мы не поработали с лидерами этой сферы. И, как правило, не с одним. Последние пару лет профиль нашего клиента существенно расширился, потому что помимо ритейла теперь мы очень много работаем с разными производственными крупными компаниями, которые тоже сейчас ринулись в e-commerce, чтобы выходить на своих конечных покупателей. Поэтому рынок нам благоволит. И, значит, на этом росте рынка наша компания тоже активно растет. Мы растем почти в два раза каждый год вот уже на протяжении трех лет. Как нам это удается, я сейчас чуть подробнее расскажу. Кроме того, мы действительно являемся одним из самых дорогих битрикс-разработчиков. Последние несколько сделок мы продали за примерно 30 или более миллионов рублей, если говорить именно о фикс-прайс проектах. И мы, как и все, стараемся отслеживать уровень нашей конверсии в продаже. И, значит, он находится примерно на уровне 40%, естественно, после уже первичной фильтрации лидов. То есть к нам приходит достаточно мощный поток входящих обращений. Он, кстати, очень релевантный. То есть к нам обращаются только за e-commerce проектами. Но, естественно, среди этих запросов очень много запросов, которые нас, скажем так, не интересуют. От мелких непонятных компаний. В общем, то, на что мы не очень заточены. Наша задача тщательно их отскорить. И вот после того, как мы это сделали, в тех сделках, в которые мы верим и в которые мы вкладываемся, мы забираем порядка 40% контрактов. Это, кстати, очень важный момент, на котором хочется отдельно остановиться. Вам обязательно нужно тщательно скорить свой входящий поток лидов. Точно так же, как клиенты выбирают себе подрядчика, так и вы должны выбирать себе клиента. Потому что если вы будете пытаться продать всем и все, это значит, что вы будете распыляться, и вы не сможете достаточно качественно вкладываться в действительно релевантные вам и действительно высокопотенциальные сделки. И тогда тот подход, о котором я сейчас буду говорить, он просто вам не подойдет. Теперь немножко поговорим о том, как происходит продажа в enterprise-сегменте. Собственно, ни для кого не секрет, что все мы получаем, ну я так предполагаю, что все мы получаем подавляющее большинство наших клиентов через тендеры. Это могут быть разные тендеры. Это могут быть тендеры через закупочные площадки, тендеры по 44 на 223 ФСЗ. Или это могут быть неофициальные, как бы не очень формальные тендеры, когда вам на входящую почту падает заветное письмо, что такая-то компания приглашает вас поучаствовать и претендовать на разработку проекта. Далее происходит следующее. Происходит скоринг, о котором я уже сказал. И в нашем случае, например, мы вообще не работаем с… У нас нет ни одного клиента, который no-name или хотя бы широко известен в узких кругах. То есть мы работаем только с большими публичными компаниями, но даже этот фактор еще не означает, что проект нам интересен. То есть у нас есть большое количество критериев, которые мы за несколько точек контакта должны… по которым мы должны отскорить клиента и понять, что потенциально он наш, и значит нужно в него зубами вцепляться. После того, как это произошло, значит, вот мы начинаем участвовать в тендере. Участвуем… вступаем в гонку, так сказать. Со стороны заказчика у вас есть, как правило, две… Два окна, две группы лиц, с которыми вы общаетесь. Во-первых, это бизнес-заказчик. Это, собственно, те люди, с которыми вы будете, если все получится, дальше реализовывать проект. У них есть свои цели, свои интересы в тендере, которые вам нужно удовлетворить. И вторая группа лиц – это, собственно, отдел закупок. И у этих людей задачи совсем другие. И они зачастую даже противоречат, собственно, целям и задачам бизнес-заказчика. Если у бизнес-заказчика в тендере цель, собственно, выбрать ту компанию, в которую они поверят, что она сможет им реализовать проект, который сможет их задавать им правильные вопросы, удивлять их своей экспертизой, помогать им углублять свой взгляд на проект, может быть, давать какие-то новые инсайты. И все это добавляет вам очков, и все это помогает вам в итоге подписать контракт. То у закупок задача совершенно другая. Им важно купить дешевле. То есть это, собственно, их основной KPI. Для того, чтобы купить дешевле, нужно всех суметь сравнить по цене. Поскольку проект, как правило, большой, продукт сложный, то это не такая тривиальная задача, как может показаться. Собственно, для этого, как правило, в рамках тендера всем участникам предлагается заполнять, предлагается изучить, как правило, довольно подробно описанные там ФТ, ТЗ, бриф и так далее, и, собственно, оценить его. При этом, значит, закупки очень всегда ратуют за то, чтобы вот от этого ТЗ вы ни в коем случае не отступали в своей оценке, потому что только так они смогут вас уравнять по цене. Но на самом деле у вас задача несколько другая. Как мы все понимаем, задача агентства – это, собственно, дорого себя продать. Причем вот это вот дорого, оно очень важно, потому что про него многие забывают. И так по нашей практике, по нашим наблюдениям, многие агентства предполагают, что задача – это продать себя в тендере. А на самом деле нет, потому что если вы продадите себя дешево, то вы, во-первых, скорее всего, ничего не заработаете, во-вторых, возможно, завалите проект, а в-третьих, еще и испортите экологию на рынке, опустив, значит, цены. Поэтому, собственно говоря, ваша задача в ходе тендера максимально отстраиваться от конкурентов и максимально отстраиваться от… по возможности отстраиваться от того брифа, от того технического задания, которое отдел закупок предлагает вам на оценку. Зачем это нужно делать? Вот, собственно, ровно поэтому. Потому что уникальная вещь может стоить сколько угодно. Потому что вы сами предлагаете, назначаете цену за уникальное предложение, за уникальный продукт или за уникальную услугу. И наоборот. Если вы продаете, торгуете айфонами по интернету, то вы зарабатываете на это максимум 1-2%, а зачастую вообще в минус это делаете. Потому что айфоны у всех одинаковые, и оправдать сколько-нибудь серьезную маржу вы просто не в состоянии. Поэтому ваша задача в ходе тендера найти в проекте уникальность и постараться делать упор именно на нее. Естественно, что скорее всего в том или ином виде вам придется заполнить необходимые формы, представить рейд-карт и так далее. Но по возможности упор нужно делать на ту уникальность, которую вы должны обязательно найти в проекте. Такая может быть уникальность в проекте. Она может быть в идеале, если она продуктовая. То есть, например, заказчик говорит, вот у нас такие-то бизнес-задачи, и мы предлагаем решать их с помощью такого-то функционала и таких-то технологий. Пожалуйста, посчитайте. Значит, ваша задача глубоко осмыслить эти бизнес-задачи, пропустить их через себя и предложить альтернативное решение, например, с другим функционалом, которое позволит вам полнее и глубже решить бизнес-задачи заказчика. Причем, естественно, общаться на эту тему нужно именно с бизнес-заказчиком, а не с закупками. Закупки этого посыла не поймут, а бизнес-заказчик очень даже поймет. Поэтому в идеале, если вы найдете в проекте продуктовую уникальность, и если это у вас получится, то вы можете назначать цену значительно выше, чем у конкурентов, и это даже не будет являться каким-то вашим формальным… Ну, может быть, и будет, но это будет оправдывать вашу высокую цену. Потому что мы, например, в тендерах основной челлендж, с которым мы постоянно раз от разу сталкиваемся в тендерах, это объяснить, почему мы дороже, чем конкуренты. Это зачастую в разы дороже. Вот поэтому. Потому что мы поможем вам лучше решить вашу бизнес-задачу. И тот value, который вы получите на выходе, он с лихвой перекроет те дополнительные затраты на разработку, которые вы понесете. Уникальность может быть также технологическая. Это уже чуть менее интересно, но тоже возможно. То есть да, мы предлагаем решать ваши бизнес-задачи путем той функциональности, которую вы сами нашли, но предлагаем использовать другие технологические решения, поэтому те или иные. Поэтому цена может быть выше, потому что все равно какой-то дополнительный value от продукта заказчик в результате получает. И уникальность может быть даже методическая в каких-то случаях. То есть, например, вы говорите, да, окей, мы все посчитали, вот, пожалуйста, по вашему ТЗ, но мы работаем не так, как работает в основном весь рынок, поэтому, например, вы получите свой продукт быстрее или он будет более отказоустойчивый или что-то еще. В результате того, что мы работаем по какой-то другой методологии. Ну, например, несколько лет назад некоторые пытались отстраиваться от конкурентов за счет использования гибких методологий, джайла и так далее. Сегодня этим уже никого не удивишь, но можно пытаться найти что-то еще. Но лучше всего, конечно, искать продуктовую уникальность, потому что, собственно, в ней вся сила. И, собственно, напоследок хочется сказать, наверное, основную мысль. Она может… заказчикам наверняка показалась крамольной, но мы здесь все свои люди, поэтому, собственно, я хочу всех призывать, собственно, не бояться продавать дороже, потому что мы все с вами делаем сложный интеллектуальный продукт. Он решает большие, важные бизнес-задачи заказчика. Заказчик, в свою очередь, пытается, значит, опустить нас на уровень ценовой конкуренции. Этого делать ни в коем случае не надо. Мы уже обсудили почему. Вначале я говорил, что наша компания растет примерно в два раза каждый год. Вот уже три года. Ну, там, на самом деле, процентов на 80-90. И удается это нам ровно потому, что мы постоянно полномерно повышаем стоимость проектов и продуктов. То есть мы… у нас не становится особенно больше клиентов. Их примерно всегда на одном уровне, но проекты становятся больше. При этом, к сожалению, как ни странно, мы не начинаем грести деньги лопатой и сверхприбыли не получаем. То есть маржинальность проектов, она остается примерно на одном и том же уровне, как ни странно. Но при этом растет масштаб проекта, растет его сложность, растут ожидания заказчика, растет уровень заказчика и так далее. И все это очень здорово, потому что в конечном итоге это приводит к росту вашего бизнеса, это очень здорово драйвит вашу команду, это в конце концов просто драйвит рынок и в конечном итоге вы становитесь лидером в своем рыночном сегменте. Поэтому, друзья, верьте в себя, не бойтесь продавать дороже. Спасибо. Спасибо, Витя, что поделился. Спасибо. Коллеги, есть пара вопросов? Здравствуйте, спасибо. Скажите, вы даете клиентам своим какие-то гарантии там по e-commerce, KPI? Ну, такое бывает, но, как ни странно, запрос на это бывает очень редко. Я, на самом деле, для меня это в некотором смысле даже загадка, потому что мы несколько лет назад мы пытались делать на это довольно активный упор и сами предлагали это заказчикам. Но потом поняли, что, видимо, там тот уровень заказчика, с которым мы взаимодействуем, и там та ответственность, которая в заказчиках такого крупного уровня присутствует в компании, она, видимо, достаточно размытая, и там, ну, в общем, все отвечают за разные KPI. Поэтому в отдельных случаях, например, да, за какие-то конкретные KPI, причем чаще почему-то это технические KPI, там скорость загрузки, отказоустойчивость. Это бывает, хотя тоже не очень часто. Бизнес-KPI, ну, буквально я могу по пальцам одной руки вспомнить кейсы, где действительно до этого дошло, хотя, в общем, мы-то были бы и не против. Здесь, конечно, есть свои подводные камни. Понятно, что мы можем в каком-то ограниченном диапазоне их гарантировать, поскольку мы не занимаемся трафиком и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы были рады, но как-то вот запросы не очень на это есть. Спасибо за доклад. Меня зовут Юрий, компания Simple. У меня два вопроса. Вопрос первый по поводу маржинальности проекта. Я правильно понимаю, что, ну, например, вы заходите к крупному заказчику, там есть, ну, условный бюджет. Ваш бюджет, сколько будет стоить выполнить тот ТЗ, который дал заказчик. Вы прибавляете к нему вашу, заложенную в ваши, ну, скажем так, крамолы, что ли, компании маржинальность, и если вы в тендер не проходите, то вы не двигаетесь ниже. Я правильно услышал посыл, да? Или все же как бы здесь есть какая-то определенная гибкость, и вы подстраиваетесь под крупного клиента и понимаете, что, ну, если я здесь заложу там не 10, а 8 процентов маржинальности под Windows, но я тендер выиграю, значит, я буду закладывать ту маржинальность, которую, ну, грубо говоря, под заказчиками. Ну, если говорить в категории 10, 8, или даже там 20 или 10, то, конечно, в таких пределах мы гибкость обязательно проявляем, ну, иначе это было бы странно. Все-таки мы работаем там в крупных B2B-продажах, где гибкость обязательно нужна. Но если речь идет о том, а это часто бывает, что мы не сходимся в разы с заказчиком по бюджету, то тут уж как бы очень сложно что-то предложить. И в таких случаях мы обычно ждем, когда заказчик дозреет до его уровня амбиции, соответственно, бюджета, дозреет до нашего уровня, и такое происходит, кстати, довольно часто. Да, понимаю. Спасибо большое за ответ. У меня второй прям попутный вопрос. Я услышал, что… Прошу понять, да, у нас тайминг. Благодарим Виктора. Спасибо большое. Да, интересные инсайты. Спасибо.